Дом на колесах – это когда вы свободны, независимы и всегда радостны. Примерно так же и с селф-хостик. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Не уверен, конечно, за дом на колесах – это хрустальная мечта, но пока она не воплощена, а вот селф-хостик почти уверен. В отличие, опять же, от дома на колесах, где вам нужно либо накопить много денег либо вложить много труда, селф-хостик вам нужно пройти этот курс и купить как минимум виртуальный персональный сервер, цена за который начинается от 200 рублей в месяц. А установить на него вы можете аналог любого проприетарного сервиса, цена за который может доходить до многоточия. При этом вся инфраструктура приложения находится целиком в вашем распоряжении. Вы можете редактировать, забирать, переставлять – это ваше как дом на колесах. Но путь к этому блаженству лежит через командную строку, и на этом шаге многие ломаются. Поэтому этот курс базовый призван скорее разрушить страх перед командной строкой. А собственно установка приложения, а для этого мы будем использовать докер, является как бы вишенкой на торте, чтобы было ясно, зачем нужны эти мучения. Но к слову сказать, докер настолько прост, что знаний о нем даже на базовом уровне будет достаточно, чтобы установить практически любой сервис на собственный сервер и заставить его работать. И я эти знания в этом курсе дам, и начнем мы с командной строки. Командная строка выглядит примерно так. Не надо, закройте, уберите эту. Я думаю, первая реакция, которая у вас возникает, ну и возможно оправдана. При этом командная строка – это достаточно удобно, если к ней привыкнуть, это первое. И есть ряд действий на сервере, которые, минуя командную строку, выполнить просто нельзя. Это второе. Для того, чтобы потрогать командную строку, не обязательно устанавливать Unix и Unix-подобные системы. Командная строка есть и в Windows, и во втором уроке мы посмотрим, что это такое именно на примере форточек. А далее сразу докер. Не зная ничего, просто используя копипаст, мы установим докер на доступный компьютер, то есть на тот, что у вас стоит дома или лежит в рюкзаке. Я имею в виду ноутбук. И даже не имея под рукой сервера вы уже можете практиковаться в использовании командной строки, эмулируя сервер на домашнем компьютере. Командная строка Windows имеет ряд ограничений, у нее немного другие команды, но работать с докер из-под Windows вполне возможно. Опять же ничего не сломаете и поупражняться вначале на десктопной версии докер вполне достойное занятие. Там же в третьем уроке мы установим на домашний компьютер FocalBoard — Task Manager, который будет работать на локальном хосте так же, как работал бы на сервере. А потом пути зрителей разойдутся. Ну или могут разойтись, начиная с четвертого урока, и до аж урока девятого мы будем изучать командную строку. И тут те, кто уже работал в ней, могут переходить сразу к девятому уроку. Поскольку начнем мы с самого начала, с команды CD и дальше, через ls, remove, makedir touch и прочие файлы конфигурации, мы перейдем собственно к установке докер на сервер. Докер — это программное обеспечение для развертывания и управления приложениями в среде Linux. Звучит определение гораздо запутаннее, чем собственно сам процесс использования докер. Докер — это просто команды в командной строке и их не так много. Ну, не так много для установки свободного ПО на свой сервер. Конечно, если бы сисадмину было достаточно знаний, которые я дам в трех уроках по докер, то есть за 15 минут, эта должность не была бы востребованной и высокооплачиваемой, каковой она является. Установка на сервер — это не все, что вам может понадобиться. Есть специфические задачи, есть вопросы администрирования, сохранения данных, безопасности. Всего этого в нашем базовом курсе мы затрагивать не будем. Цель ближайших десяти уроков — разрушить страх перед командной строкой. Разобрать основные команды командной строки, установить докер и изучить его команды, достаточные для установки свободного ПО на свой сервер. А дальше, глядя на реакцию, лайки, комментарии, просмотры, я подумаю делать ли продолжение уже на продвинутом уровне, ну к продвинутом относительно этого базового курса. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплейцы социальных технологий.